Видео представлено сайтом online-gdz.net, номер 213, алгебра Макарыча. Составьте выражение для решения задач. Итак, а. Периметр прямоугольника 16 см. Одна из его сторон, m см. Какова площадь прямоугольника? Итак, у нас есть данные. Периметр 16 см. И одна сторона равна m. Необходимо найти площадь. У нас. Для того, чтобы найти площадь прямоугольника, необходимо знать обе стороны. Чтобы найти вторую сторону, необходимо от периметра отнять удвоенную длину одной стороны и поделить на 2. Поскольку противоположные стороны у прямоугольника равны. 16 минус 2m и поделить на 2. Почтенно поделим 16 на 2 и 2m на 2. Получим 8 минус m см. Вторая сторона прямоугольника. Площадь. Нам необходимо m умножить на 8 минус m. Раскрываем скобки. Получаем 8m минус m в квадрате сантиметров квадратных площадь прямоугольника. Задача В. Площадь прямоугольника 28 метров квадратных. Одна из его сторон равна А, чему равен периметр прямоугольника. Итак, снова речь идет о площади прямоугольника и дана одна сторона. Чтобы найти вторую, необходимо площадь разделить на известную сторону. 28 делить на А метров равна вторая сторона прямоугольника. Периметр. Это удвоенная сумма длин сторон прямоугольника. 2 умножить на 28 деленное на А и плюс А. 56 деленное на А плюс 2А. Периметр прямоугольника. В. Из двух городов, расстояние между которыми s километров, на встречу друг друга одновременно выехали два автомобиля. Скорость одного из них v1 км в час. Скорость другого v2 км в час. Через сколько часов они встретятся? Итак, в математике есть понятие скорость сближения. Необходимо скорости добавить v1 плюс v2. Так как они оба проехали одинаковое расстояние за одинаковое количество времени, то время в часах будет равно s, путь, поделить на скорость сближения v1 плюс v2. t равно s делить на v1 плюс v2. Время, через которое они встретятся. Далее. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста, если расстояние между ними s километров? Скорость велосипедиста v1, а скорость мотоциклиста v2. Поскольку мотоциклист движется быстрее, чем велосипедист, то скорость сближения необходимо представить в виде разности v2 минус v1. И, как в предыдущем примере, время будет равно s поделить, но уже на разность v2 минус v1. Время, за которое мотоциклист догонит велосипедиста. Субтитры создавал DimaTorzok